всем пламенный привет из солнечного конга давайте будем начинать смотреть очередной серии что мы будем делать есть такая интересная война я войска я война за провинцию такую-то я войска и понятно ну давайте мы тоже будем начинать против этого я о я если нос как бы хороший мандара дженн отказывается замечательно так только надо как-то это все быстренько опять же сделать чтобы не подошли ненужные нам люди которые идут вот отсюда и не заняли эти провинции также есть у нас возможность подписать союз османчиком надо было сделать еще до войны но можно и после него желание есть на нам люка можно их просто позвать за обещание отдать провинцию по ходу войны стенку пробьем побыстрее это было получается нам полностью оккупировать эту страну не допустили сюда сангай он там бегал в свои провинции отбивал постоянно и я думаю мы сможем даже полностью за макс эту страну сейчас посмотрим говорят что мы не можем ее национализировать вообще-то можем только не сразу 20 престижи дают ну потратить его никуда ладно правда забрали вот стабильность через ивент национализировать мы их можем эти провки только не сразу это надо вот эти вот брать себе две и вот теперь здесь доступно но пусть будет так отдадим через меню эти две провки борну пусть будет так вообще все можно отдать борна зачем они мне здесь просто что вот эту на троечку оставить но тоже она не нужна но что мне сюда претензию что ли делать на четверку и у сангай нету никаких союзников продают еще и скандатьеры ага дес хочет отдать нам эту пробку через огражение не хочет потому что у нас перемирие понял его войска на нашей территории вот крепость которая не должна его выпускать отсюда только давайте с османом союз что ли подпишем ну пусть будет пока пусть будет а тут объявим войну опять же брать возвращение или завоевание пусть будет возвращение это видимо до вечные претензии тут висят религиозного кб пока нет у нас прекрасном еще и отступил в соседнюю провинцию ты главую где мы его и добьем отлично новая способность доступна две самые лучшие мы уже взяли но пусть будет передача влияния от кораблей престижа хватает брать не надо в этой войне тоже мы побеждаем передаем эти провинции можно еще вот здесь на юге отдать чтобы нас эта страна ламина любила можно этим отдать и вот так вот забрать себе на гадость правда там пойдет но это не страшно не лезет нет себе не буду забирать и отдам это сразу кану хотя и нам надо эту империю получить соточку да осталось ладно 2 кану отойдет три на 4 короче на вот так пусть будет коалиции нету пусть платит репарации лицу грабить нельзя остальное просто деньги 93 процентов снг и осталось кстати можно назначить крестовый поход давайте пусть будет это мамлюки если можно да можно берем и теперь надо перебросить войска быстро на восток и идти на мамлюка скорее всего он правда не хочет была склонность а у нас тут просто каба неправильный через него нельзя забирать провинции через унижение соперника нужно именно такой по которому мы сможем передать осману пробку за его участие в войне священную войну получили он все равно не хочет потому что это религиозный кабан претензию что ли делать претензии это неэффективно давайте попробуем проходит тридонский собор теперь можем выбирать сторону на которую встать также у нас поменялся правитель умер предыдущий и он был достаточно старый 60 с чем-то наверное ему было может где-то даже 70 этот конечно хорош но ему 48 и у него нету наследника но это не проблема если он умирает то у нас наследником кто следующим становится иси кубанда наш вассал вот этот вот 302 жестко конечно если представить нового насколько ему лет 6 лет да ну нафиг блин может получится что-то у нас нету консорта не один браке заключал конечно например с этим а почему без консорта остальные наши вассалы это мусульмане ими нельзя интересно девки пляшут 20 легитимности давайте попробуем 426 хорош очень хорош только ему лет три года нормально правда консорта надо будет регенство регенства не хочется день браки с кем-то подписывать что ли никто особо то и не хочет также мы можем поддержать контр реформацию на делать этого не будем потому что тут кидается штрафы о стоимость технологии плюс 5 стоимость идей успеть и нам надо как раз таки закрывать очень много обдают на двух миссионеров у нас 4 зачем нам больше на мавлюка уже можем нападать есть у нас кб завоевание но это на одну пробочку на 3 развития щенную войну он так и не хочет может сейчас попробуем еще от добить благосклонность может заблагосклонность он захочет поэтому кб но если нет то придется вот так делать через завоевание обычные тут блин агрессивочки столько пойдет мы просто потеряли статус контроллера курьи венец а теперь это делает и у нас нету теперь скидки на минус 20 агрессивки этот дал десятку хорошо так и насчет позиции но я думаю мы выберем жесткую позицию я не буду перекатываться в другую религию протестантизм хочу быть католиком не могу объяснить почему просто хочу еще эффективность миссионеров добавится распространение институтов ясно кого французы поддержат ладно я пока подожду потом выберу друзья я великий профессионал отвоевал такую прекрасную войну против мамлюков только забыл включить записи вам показать бывает что поделаешь позвали мы в общем османа осман севера мы тут на юге крутились вертились мамлюк на нас нападал мы ему отвечали нанял где-то сейчас вам покажу вот таких вот яны чар османских это видимо какой-то уникальный наемнический отряд потому что мы за них платим все у нас его 4 монеты 4 кару за 27000 вот независимая армия какая-то 17 монет надо платить и 1000 стоит за этих мы 200 с чем-то отдали а вот кстати видно их характеристики генерал у них еще есть и у них есть вот эти вот плюшки в минус 10 процентов урона они получают взяли ну земли вот тут видно четко что мы взяли еще против в арсенгале там тоже была война они вместе с мамлюками были в союзе взяли вот тут проход и 4 провинции национальных аджирана еще здесь были также завершился тринский собор тут идет суд над ересью эффективность крещение еретиков плюс 2 римский катехизис распространение институтов нашей религии пусть 30 рекруты плюс 10 процентов и военной стоимость войне против других религий против тех же мамлюков мы взяли хорошо и мамлюков пошло сейчас есть 55 агрессивки он там было где-то путь 70 также еще очень интересная фигня произошла у нас появился печатный пресс причем моментально тут вылетела такое сообщение окошко было написано что наша столица приняла печатный пресс вот он начал распространяться но почему он тут появился я без понятия с маном не давал у него он только-только вот тоже появился видите начала прокачиваться в соседних пробках чудеса какие-то на данный момент воюем против эфиопии взяли 100 процентов будем мириться что ждут брать брать надо однозначно вот сюда проход мы как-то через север что ли будем идти дешевые конечно здесь пробки мне кстати опять перенесли столицу на север из кафе и такие путешествия столицу мне просто нету очков административных это все курить я реально очень много набираю но пока что вот так стоп 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 мне еще тут не закурилась и надо подождать вот слишком быстро я наступаю следующая война у нас будет против сангая но главная цель тут не сангай а марокко которая является очень хорошим потенциальным вассалом вот такие вот у него претензии вот сюда на юг то не уже потеряли что ли но все равно смотрите 19 19 8 18 развития ну и конечно же на кастилью там тоже до хрена но на кастилью османа позвать он поляка завалит а тут придется самому как-то тащить если иметь ту же технологию войны что у них то это вполне реально даже сейчас 70 тысяч у них у нас получается 85 тысяч ну да британцы могут высадиться где-то но они же не будут все вместе в одной точке надо тихонечку думать в этом направлении но пока что давайте займемся африкой так тут ровочки ставите мы не будем и так нормально давайте начинать будем сразу прорываться на север к марокко на и на юге пусть действует пора мириться с сангаем что мы делаем забираем полностью его как раз таки в соточку ровно и еще тут вылазит за вассалить марокко корицы мамлюки и гадас агадас мы тоже будем воевать с ним 72 все себе брать конечно же не будем то дадим немного до гомби так сверх лимит по отношениям прохода отсюда надо убрать воевать против агадаса будем с целью чтобы воевать еще против так и ларита у которого союз есть с османом надо этот союз и разорвать иначе осман его защищает здесь наверное тоже можно будет забрать полностью также у нас пропал мир с варсангале я думаю так же надо начать против них повоевать только сначала надо провинции раздать на гомби ну вот так вот на данный момент хватит я думаю да дорого это опять же все но поднял на одну теху хватит с тебя как называется также взял качественные идеи чем они хороши тем что вместе риск с религиозными дают осадное умение и боевой дух армии поднимается вот тут надо ставить наверное или не надо чтобы иметь к б против у отто надо нам это я думаю пока не надо обойдемся лучше поэкономить очки административные вот такую дорожку оставляем себе на север национализируем дальше пошли на варсангале заканчивается обе войны агадас и тимбукту забираем полностью агрессивка все в норме еще деньжат заберем от них так вот эту крепость отсюда надо снести не надо будет поставить новые вот сюда она будет контролить северный проход а вот это контролит восточный проход тоже здесь есть еще крепость тимбукту на это надо на дженны идти есть плохая новость то что кастилья воспользовалась тем что мы убрали союз с османом тафиль лальту и сами напали заберут марокканские бляхомухопровки но я улучшаю отношения с французом осман если вот выплатить деньги то он согласен нам помогать еще с арагоном можно но уже будет слишком много дипсвязи и война против арсангале тоже закончилась оставили еще четыре провинции часть отдал джирану часть себе еще вот тут вот островочек себе забрал призвал нас осман на войну против мамлюка я не успел сделать на него претензию немного не хватило я забыл что они не воюют по священной войне тут попробовал про атаковать но надо же помнить мамлюк на тебя отправить всю свою армию зачем атаковать непонятно сейчас попробуем хотя бы унести ноги отсюда это просто начал ставить замок здесь нужен по-любому они еще где-то на юге взялись где они тут появились откуда также вторую часть войск отправил на тунис но может османным адаст что-то кое-какой военный счет мы набьем кастилья вот так вот закончила войну но нам конечно молодец оставила нам здесь проход что есть спасибо также подписалась с французами альянс одно что не нравится то что у них вот тут вот стоит армия они не смогут ее переправить еще арагон остается как вариант у него с австрией союз есть может он еще и австрию может позвать ну типа сам отдельной какой-то войной стекли сроки перемирия с вот этой стороной тунис там воюет уже возвращение брать ну да в принципе да две крупные провинции остальные такие не очень но как не очень вот это крупная тоже но только десятка лучше возвращение подходит война концу 99 процентов у нас сколько 25 процентов йемен 5 процентов вклада войну посмотрим отдадут или нет также хотел показать такое вот сообщение поселенцы арома это кочевники которые приходят наверное вот из этих незаселенных регионов и не занимает сейчас очень много территории смотреть какое у них распространение это культура вообще почти что выжили на своих мест еще и они становятся фетишистскими эти права и кидаются штраф 8 процентов на эффективность миссионера потом видимо надо будет тоже принимать эту культуру ну а тем временем я принял египетскую так на будущее сидим пока что ждем этих присоединили постоянно посматриваю на кастилью может кто-то из его союзников не захочет помогать португальцы продолжают колонить сейчас ставят три колонии индийском океане пойдут дальше вот на эти острова но нам бы тоже хорошо было бы сюда пойти нужно в зензимар перекидывать торговлю но как-то пока не до этого у а тара перемирия да ну ладно надо подойти сюда вот и закончилась война против мамлюка что-то они вообще ни хрена себе не взяли османы по с ними такое 40 долларов склонности чего как откуда денег у них нет давайте репортов попросим не узнает надо или нет что мы получили три провинции иерусалим дали нам газу и вот тут очки неплохо а еще вот здесь вкус давай сюда миссионер даже сможет поработать иерусалиме это замечательно в те времена воюем против эфиопов йемен тоже подключился ну ладно все равно от эфиопии много тут брать чего-то не будем у атора пока что никто на нее не идет мне тут просто войск нету не 11000 ну давай хотя бы на столицу попробуем зайти а блин тоже нет указа сбили а вот надо было оставить тут провинцию 1 надо срочно заканчивать войну против эфиопии забираем вот эти вот провинции я конечно это не смогу вытянуть но пусть будет так концентрация по-прежнему недоступна вообще нигде ух 95 угадал что можно национализируем почему надо было быстро заканчивать войну потому что началась война лик и вот так вот она выглядит вы это видите постели воюют против своего бывшего союзника в великобритании то есть это самый лучший момент чтобы сделать вот так мы на француза и на османа прожмем чтобы они готовились к войне вот запросить готовность к войне и когда подтянутся наши войска плюс кастерия пусть еще там повоюют мы объявим ее войска размещены на границах кастерии в северной африке правда часть пришлось оставить все еще в эфиопии потому что тут должны вот восстать такие большие шансы на восстание столько провинций не до сих пор него стали я вот это все перетягивал провоцировать восстание 27000 у нас тут одна пехота как-то не особо хочется также подготовлен флот есть 17 карак поменялся также правитель предыдущий умирает сейчас 426 него опять нету наследника нам еще молодой 30 лет также хорошая новость то что португалия имеет 83 процента желания свободы плохая новость то что португалии 83 тысячи и я видел они размещены вот здесь в северной африке по идее они не должны идти сюда на кастиль и помогать должны только свои земли охранять и стоять на нету посмотрим как оно все будет зовем двух наших друзей верных целью ставим маракеш поехали тут есть крепость горная 1 попробуем ее быстро взять кастильские войска не где-то я видел франции передвигались на север у них есть только 48000 правда француз распустил часть своей армии 59 половина из которых на острове сидит гениально но и наверное технологию все-таки надо поднять ширина тут и огневая мощь пехоты пригодится африканские гусары по деньгам тоже просили достаточно сильно было плюс 40 минус теперь у кастиль и 7 линкоров португалии 9 я думаю даже наш флот можно будет попробовать куда-то вот сюда отправить также на юге есть 2000 попробуем тоже зайти надеюсь там нету португальцев первую крепость мы взяли и также хорошо то что португальцы отвели свои войска на то практически вся их армия не пошли на защиту собственных территорий наверное видят то что французы действует в испании это большое облегчение приступаем к саде вот этой крепости тоже обстреляем все очки и нужны все же лучше быстрее взять крепость взяли очень быстро и их 35 дней буквально прошло давайте сразу на малагу пойдем там она хотя и горная но пока нету испанских войск я думаю стоит туда зайти испанцы просто так не хотят сдавать свои крепости вступают от сражения нас конечно больше побеждаем тут тоже пробиваем крепость будем стоять целой армией это очень опасно но рекрутов у нас много французы вижу вывезли свою армию где-то тут наверное она стоит сейчас на толеду османы чем занятых воюют на юге украины против поляков больше пока что не хочет мира понятно еще ничего не заняли турки португальский флот хочет вступить в сражение французов только три корабля тяжелых португальцев 2 но у них там адмирал очень хороший у нас 125 давайте попробуем зайти на помощь но не сразу отступают французы даже как-то смогли взять португальскую столицу это у них тут стоялась пехота видимо мы тем временем немного помогаем арагону еще вступили в очередное сражение против португальского флота побеждаем его инкоры не получилось уничтожить но зато захватили много кораблей черта лидера пройдоха торговое влияние 15 процентов прошу вот раз таки на утолях зайдем отремонтируемся выполняется у нас миссия доказательства силы по условиям нужно иметь 50 варскора против в одной из великих стран стерео великая вот мы и получили даже 54 островки оккупируем вот во время войны понятное дело что одной войной тут не обойтись есть очень много открытых провинций туда по-любому португалец либо даже британец или француз поставят колонии придется еще раз воевать получаемые за эту миссию 100 дип веса на 20 лет боевой дух армии 5 процентов и престиж увеличенный от сражений и выполняется сразу миссия африканский регемон после объединения конго доступу до великих озер восточной и южной африки теперь открыт пришло время чтобы в южной африке восстала империя которая удерживает эти регионы вместе и защищает их от глаз европейцев и мы станем этой империей для этого нужно было 100 провинций владеть на субконтиненте южная африка то мы получим до конца игры модификатор геймон южной африки минус 2 канадца беспорядком падение престижа минус процента модификатор лимита управления плюс 10 процентов вот это очень хорошо провинции с культурной группой южно-африканская восточно-бантийская и великая озерная теперь не будет страдать от штрафов не принятой культуры если поменяем культуру то мы потеряем эти модификаторы что они значатся как принято и нет не значатся а тут написано что они еще нет не та самая штрафа есть либо я что-то неправильно понял но вот это восточно-бантуйская группа штрафы написано что еще есть остается у нас тут еще последняя веточка по заданиям модернизации конга но для этого нужно чтобы ни одна из западных стран не было по технологиям выше чем конга это вообще жесть даже португалия все по 15 раз 12 12 14 по 3 техи надо их догонять ну если не тратить конечно эти очки вообще не на что только на технологии то это возможно новаторство что ли брать его надо брать одну из первых идей когда играешь посмотрим возможно даже возьмем новаторство также у нас появился новый наследник бфс кр это такое древнее конгресское имя характеристики такие 225 ладно сойдет теперь надо переходить на португалию я так себе думаю без ее оккупации военного счета нормального не будет поляка выбивать тоже смысла наверное нет а пусть себе османы тут захватывают уже эти крепости берут а тоже будет учитываться на военном счете но и здесь будут сражения конечно же происходить одна армия шла вот это на севере остановилась только это идет этот просто бросил все что есть вы не успеют нет успели нет она пошла ей победили что тоже стоять всем табором вроде бы не атакуют получаем 85 процентов военного счета пробовал подействовать в португалии но они очень быстро отбивают крепости даже если взять тут нас про атаковали нас просто войска раскиданы 27000 так и стоят в египте ждут восстания надо было все таки их переводить испанию и здесь воевать ну ладно мы и так можем набрать на 98 процент эти даже хорошо то что у португалии останутся войска может она бьет войну за независимость когда закончится война в империи посмотрим забираем только марокканские провинции на данный момент здесь кстати нету почему-то у ха-ха марокканской курки тут одну или две тоже оставляем просто уже не влазит соответственно надо будет еще воевать за южную африку за эти острова тут кастильские территории эти острова надо будет забирать но это все потом пока что вот такой вот результат я думаю что он хороший с поляками не что плохо то что не получилось разорвать союз может все таки надо было с поляками отдельно сепаратный мир заключить тогда португалица точно бы объявили войну за независимость австрийцы в своей войне побеждают 63 процента не буду так посмотреть то вообще непонятно что война идет оккупации практически нету на руку кстати даже можно попробовать поменять ему религию плюс соточка да а тут есть минус соточка за то что мы отдали ему провинции мнение хорошие абсолютная власть там еще есть минус двадцатка просто здесь есть очень много вот видите католических прав танцы тут постарались давайте попробуем поменяли 41 нормально чем можно успокоить вот так вот вообще прекрасно на этом давайте будем заканчивать эту серию следующий продолжим наш поход африканский надо будет добрать то что находится на западе африки эти три страны мы продолжаем давление на север по итогу от этой серии такие вот территории у нас под властью на этом буду прощаться спасибо что смотрели спасибо спонсорам за поддержку всем пока до новых встреч